МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА — Приехал из США, штат Вашингтон, город Сиэтл. — Ну, тогда расскажите, пожалуйста, что за организацию вы представляете на форуме «Алтай.Роста». Ну и сразу скажем, что это не первый ваш визит. Вы уже можете оценить в сравнении. Вы были в прошлом году, были в этом году. Но все-таки начните, пожалуйста, с представления себя этой организации. — Ну, начнем. Приехал я по программе «Поддержка соотечественников». Очень помогает благодаря Елене, упомяну ее имя. Очень сильно помогает активно нам, за что я очень благодарен. Здесь я уже второй раз, как вы напомнили. Первый раз я приехал на короткий срок, на неделю. В этот раз немножко больше. Что могу сказать из опыта проходящего? Очень нравится, очень много информации полезной для всех разных площадок. Просто уйма. Хочется больше и больше времени, чтобы прослужить всех. Но, к сожалению, каждый мероприятий имеет свои сроки. Вот, поэтому, да. — Сергей, а я хочу сразу спросить. Вот вы, когда ехали сюда в этом году, вы уже понимали примерно, что вам предстоит. И вы наверняка ожидали чего-то, ожидали каких-то площадок. Вот в какой участии, в какой площадке вы можете отметить особо? — Ну, я ставлю на приоритет площадки управления организациями, так как я имею свой небольшой бизнес в Америке. Поэтому мне интересна именно эта площадка. Тоже финансовые площадки в сфере потоков денежных. Там спикеры очень хорошие, очень насыщенные информации доходчиво дают. В общем, форум просто супер. — Скажите, а вот управление организациями, вы же будете применять этот опыт, собственно говоря, не на территории России, да? Будете применять те знания, которые… — Совершенно верно. — Они могут применяться за пределами этой страны? — Конечно, принцип один и тот же. Принцип один и тот же работы как в бизнесе, как с составом, который нанимаешь на работу. В принципе, система одна и та же, только законы немножко другие. А так, конечно, очень полезно. Очень полезно. — Можете назвать имена спикеров, которые вам особо запомнились? — Ну, это Николай Николаевич Гличихин, мне очень нравится. И Дююн Елена, вот они наши спикеры. Там еще были ряд спикеров, я точно имена их не помню. Ну, они очень интересные площадки. И всем рекомендую приезжать, даже вот если местные. То есть я лечу, летел ровно 32 часа со всеми пересадками, то есть долгий полет. Если надо было лететь больше, я летел бы больше. То есть очень интересно, очень насыщенно. Каждый раз, когда приезжаю, очень много встретил ребят с прошлого года, с наших площадок. Были рады друг друга видеть, обменялись информациями дополнительными. Провели итоги, кто чего добился, кто чему стремился. Подвели такую небольшую черту. Также собрал еще информации, с большими людьми, кругом людей познакомился, которые первый раз приезжали. Вот очень интересно, рекомендую всем просто это. Вы говорили, подвели итоги. Вы какие-то свои результаты озвучили. Вот что изменилось с прошлого года, ну, в частности, допустим, в вашем бизнесе, в вашем подходе к ведению бизнеса. Можем мы говорить о каких-то конкретных примерах? Или это такая, как бы, все-таки секрет организации? Нет, почему. Когда я приезжал в прошлом году, у меня был только проект в голове. В этом году я уже приезжаю, у меня уже работающий бизнес. Вот, мы делаем квест-комнаты в реальности. Я думаю, здесь вам это знакомо, интерактивные. Вот, в прошлом году это была только идея. В этом году мы уже построили две комнаты. И еще строим восемь. И планируем делать франчизу по Америке. Планы. Да, это серьезно. Если говорить о конкуренции вот в этой сфере, вы как ее оцениваете? Ну, как бы, просто банально высокую, низкую, среднюю? Конкуренция, она... Чем больше конкуренции, тем лучше для нас. Вот как. Почему? Потому что мы больше чувствуем клиента. И я, как бы, ну, в России надо тоже, чтобы было больше конкуренции, больше бизнесов способствовать. Почему? Потому что, ну, чем больше конкуренции, тем люди начинают больше думать и двигаться в направлении, ну, допустим, это магазин, там, неважно что, как бы, больше клиенту внимания и уважения. Потому что борьба за клиента. Конечно, совершенно верно. Борьба за клиента, она всегда первоочередная. Так, как там в Америке, особенно, ну, и в Европе, наверное, многие, наверное, знают, были. Customer Service, ну, по-русски, да? Да. Отслуживание клиента очень высокое. Вот. И как бы хотелось, чтобы это было здесь тоже. То есть не было такого, как бы, отношения, извиняюсь за выражение, такого, как... Я делаю на вас деньги. То есть это неправильно. Ну, что-то такое, да. Типа пришел, хочешь бери, хочешь не бери, не нравится, иди отсюда, да. То есть такого, чтобы не было. Вот. Поэтому чем больше конкуренции, ну, конкуренции, тем лучше. Вот. Я считаю так. Выживает сильнейший. Сильнейший и умнейший. И умнейший, сильнейший, да. Да, и тот, кто не жалеет времени на свое обучение и свой рост. Конечно, конечно. Вот «Алтай.Рост» — это форум, который изменяется. То есть в этом году уже больше площадок было. И тем не менее организаторы готовы идти навстречу гостям, участникам. Что хотелось бы изменить? Или, может быть, что хотелось бы добавить? Ваши пожелания? Вас там как-то спрашивали, как вам здесь... Конечно, конечно, спрашивают. Конечно, всех опрашивают, как, что, нравится. Ну, люди бывают разные. Я, например, человек позитивный. Я всегда извлекаю даже из какой-то неудобной ситуации полезную. Поэтому, на мой взгляд, если можно увеличить чуть больше времени. Потому что очень много интересных площадок. Хочется везде всех послушать. Ну, просто физически не успеваешь. Увеличить время проведения, правильно? Проведение, да. Ну, например, там не шесть дней, а там дней восемь. Ну, да. Ну, там я уже, ну, как по месту уже. Людям, конечно, виднее, чем мне. Ну, вот хотелось бы больше, конечно, больше информации. Ну, мы с вами уже сейчас за кадром поговорили о том, что в прошлом году вы приезжали на относительно короткий период времени. Сколько примерно у вас было? Да, ну, примерно вот на шесть дней. Как раз на шесть дней, ровно на время проведения форума Алтай-Точки-Рост. А в этом году? В этом году уже больше. Да, в этом году я знаю, что вы посетили. Вот у вас на футболке белым по-синему. Да, я... Да, с красными буквами указано место, где вы были буквально несколько дней назад. Конечно, красота просто непередаваемая. Очень куча эмоций. В общем, очень красиво. Вот в следующем году я поставил себе, извиняюсь, перебиваю, в следующем году я поставил себе цель уже приехать на месяц. То есть, провести больше времени, пообщаться с людьми, больше мест посмотреть. У вас очень красиво, очень замечательно. Люди вообще добрые, кто в дальности живет, с людьми общаешься. Просто доброжелательные люди. Хочется просто приехать и общаться просто классно. У нас есть рубрика на телеканале Катон-24 «Алтай – это». Мы обычно спрашиваем у тех, кто приезжает, что для вас сейчас значит «Алтай». Вот если описать «Алтай» несколькими словами, давайте так, эмоции немножко уберем. То есть «Алтай – это» – что для вас? Ну, я сейчас понимаю, после участия в форуме «Алтай.Роста» – это знание, это стремление еще куда-то вперед и дальше для развития бизнеса. Да, ну «Алтай» для меня, будем говорить так, для бизнесмена есть куда расти даже очень. А вообще, такой богатый край, красивый. Это просто, я скажу так, ну, «житница» я бы назвал, наверное, такой вот сердцем, наверное, России даже. Мне вот был в Москве, извиняюсь, москвичей не хочу обидеть, Москова все классно, круто, но мне вот нравится «Алтай» больше. Спасибо, благодарим. Ну, с другой стороны, вот на форуме «Алтай.Роста» вы вот приехали из США, да, были участники из других стран. Вы как-то общались между собой? Конечно, конечно, мы общались довольно-таки плотно. Ваши эмоции, ваши впечатления, они похожи на впечатления тех, кто приехал из других стран? Ну, у нас, наверное, больше эмоций, скорее всего, потому что вот нам это родное, мы как бы… у нас это ограничено общаться с русскоговорящими людьми, наверное, у нас больше эмоций в этой сфере, а так общались плотненько, конечно. Вот даже когда ехали из «Алтая» сюда в Барнаул по пути в машине, в маршрутке, даже песню написали там, сочинили там в двух куплетах, но и ребята на гитаре… Нет, ну, конечно, на русском. А кто исполнял эту песню? Так, тоже его звали Сергей, Женя, вот, Валерия была, еще ряд людей, всех не припомню, вот, так что было весело. Какие слова есть в песне? Сейчас можете вспомнить или ищите в социальных сетях? Ищите в социальных сетях, мы специально выложим в Фейсбуке, да. Да. Надеете, чтобы было интересно. Так, интрига. Интрига. Хорошо, песня-то о Болтае? О Болтае, конечно. О Болтае и о тех, кто принимал участие в форуме «Алтай. Точки роста». Конечно, да. Хорошо, рады, что действительно, что у нас получается вызывать вот такие эмоции, и, ну, не знаю. Да, не передать. Я там тоже ребят подстегиваю, чтобы с собой привести побольше команду, потому что очень полезно, очень полезно общаться. Спасибо большое за такие отзывы. Благодарю. Спасибо вам. Я представлю вас еще раз нашим телезрителям. У нас в гостях был Сергей Фахреев, он участник АТР-2017, приехал из Соединенных Штатов Америки. До встречи.